Приветствую вас, ага, сразу всплывает вопрос. Ну вот, вы расстались со своей женой и дочерью, и вот видите, что вам хотелось бы все вернуть. Вернуть что именно вам бы хотелось? Вернуть для чего вам бы хотелось? Опять-таки, вы понимаете, у вас довольно серьезная проблема, и при этом отсутствует четкий запрос и к психологу, и к самому себе. Чего вы хотите? Для чего вы хотите? Почему вы этого хотите? Почему вы расстались со своей женой и дочерью? Знаете ли вы причины, по которым это произошло? Готовы ли вы что-либо менять в своем поведении, в своем отношении к ним и так далее? Понимаете ли вы, и как относитесь к тому, почему она рассталась? Ага, то есть, что не устраивало ее? Готовы ли вы делать для того, чтобы, ну, чтобы ее начало устраивать что-то? Вот, то есть, вот здесь как раз, здесь как раз, на мой взгляд, довольно серьезная есть проблема, которую вы совершенно, совершенно не открываете. И проблема эта связана как раз, вот, в первую очередь, с тем, что вы не задаете запроса, вы не задаете как-то кого вопроса, вы не даете направления себе. Понимаете, вы, понимаете, вы, как бы, не отдаете себе отсчет в том, что вы хотите, почему вы этого хотите, зачем вы этого хотите и так далее. То есть, это вот, на мой взгляд, довольно серьезный и важный аспект, о котором в любом случае нужно с вами разговаривать. Вам правильно сказали коллеги, что так как раньше уже не будет, это очевидный факт. Так как раньше уже не будет никогда. И поэтому, говоря о том, чтобы вы вернули все, вы здесь, вы здесь, говорите о себе. То есть, вы хотите вернуть все для себя. Вы хотите вернуть все, потому что это нужно вам. Но вопрос в том, а чего хочет, вообще говоря, ваша жена, например. Чего хочет, вообще говоря, ваша дочь, например. Чего хотите вы? Готовы ли вы как-то вот искать компромиссы в данной ситуации и так далее. Вот это очень важный вопрос. И вам обязательно, обязательно нужно принять новую реальность, такой, какая она есть. Это самая новая реальность, которая будет находиться с вами, которая будет тебе представлять из себя, ну вот, то, что с вами будет происходить в отношении, значит, вам эту реальность, вам нужно принять и учиться с ней как-то, как-то жить, уживаться с ней и так далее. Это вот очень важный аспект, на котором, на мой взгляд, вам нужно обязательно заострить свое внимание. Без этого невозможно будет что-либо сделать. Без этого невозможно будет вернуть вашу жену и дочь. Вот такие вопросы. Я вам хотел бы задать для того, чтобы направить вас в нужное направление. Ну, а дальше же вам решать самому, что и как сделать. Безусловно, непонятно. Вот вы написали, что у вас ничего не выходит, значит, вы вроде как, наверное, пытались, это сделать, но неудачно. То есть, получается, что нужно подкорректировать вашу деятельность. Получается, что нужно разобрать с вами, что вы реально можете в этой ситуации сделать. Это первое. И второе. И второе. Нужно занять правильную позицию по отношению к вашей жене сейчас, на данный момент. Что это значит? Правильную позицию к вашей жене. Если вы хотите ее вернуть. Вот, если вы действительно хотите ее вернуть, то вам нужно, чтобы вы, значит, ну, в первую очередь заботились о комфорте именно вашей жене. Не о своем, а именно о ее комфорте. Это вот очень важно, чтобы вы это сделали. И тогда, с этой позиции, с этой точки зрения, начать нужно с того, чтобы, по сути дела, в вашей жизни было комфортно с вами общаться, чтобы в вашей жизни было удобно с вами общаться, чтобы она не чувствовала какого-то негатива. Спасибо, это вот очень важный момент, о котором, мне кажется, вам стоит подумать. Без, значит, без обеспечения комфорта в общении вашей жене у вас не будет шансов ее вернуть. Я вот не говорю про дочь. И постарайтесь избегать восприятия вашей дочери как, ну, скажем так, аргумента. Вот этого вот не нужно. Это довольно негативно, довольно неправильно в отношении к дочери, ваша дочь подобного не заслуживает. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу, если вам понравился мой ответ. Будем благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok